Йогурты, фрукты, сладости, макароны, крупы и даже сигареты. В СИЗО заключенным разрешается иметь практически любые продукты и бытовую химию. Условия содержания здесь далеки от стереотипов, навязанных тематическими фильмами. Грязь, туалет прямо в камере, десятки людей в духоте. Я много чем я читаю, я смотрю телевизор, убираю, стираю. Ну всем, чем можно заниматься и дома. То есть это для вас уже второй дом? Нет, это не дом. Ольге 45 в местах лишения свободы не впервые. Уже отсидела срок за наркотики. В камере одна. Здесь есть чайник, телевизор, можно ставить даже семейные фотографии. Сюда попадают непосредственно люди, которые привыкли вести определенный образ жизни. Кто-то привык, извините меня, 24 часа в сутки использовать телефонную связь, кто-то употреблять алкогольную продукцию, наркотики. И в местах заключения пассажа им сложно от этого отказаться. Попытки пронести запрещенку в СИЗО практически ежедневно. Только на прошлой неделе оперативники пресекли три попытки передачи наркотиков, алкоголя и телефонов. Пытаются пронести что-то? Пытаются. В этом году у нас непосредственно на КПП было изъято, обнаружено изъято у лиц, заходящих на территорию, на проведение краткосрочных свиданий с следственно арестованными. Были обнаружены несколько мобильных телефонов, зарядные устройства, сим-карты. Штраф за попытку пронести в СИЗО телефон – 3000 рублей. За наркотики может грозить срок. Но это не останавливает неравнодушных друзей и родственников. Способы изощренные. Наркотики прячут в трусах, одежных швах, даже в собственном теле. Алкоголь запускают на беспилотниках, закатывают в банки с вареньем или прячут в пакеты с мукой. Досмотр тех, кто проходит в СИЗО на свидание, как в аэропорту. Рамка с металлоискателем, сумки на рентгенаппарат. Он увидит то, чего не прощупают руки оперативника. И даже если попытка пронести запрещенку в СИЗО удалась, передать ее не удастся. Увидят камеры. Следственные изоляторы оборудованы ими по всему периметру. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.